Давным-давно у честного, но бедного сапожника осталась кожа всего для одной пары сапог. Выкроил он их, да пошёл спать пораньше, чтобы с самого утра приняться за свою работу. Утром проснулся бедняга и глазам своим не поверил. На столе стояли готовые сапоги. Да такие, что только самый искусный мастер мог бы их изготовить. Строчка к строчке, носы острые, а уж вышивка так и вовсе чудная. Такой красоты сапожник на своём веку не видывал. Скоро и покупатель нашёлся, да много монет заплатил. Хватило сапожнику купить кожу на две пары сапог. Скроил сапожник с вечера две пары сапог, а поутру его ждали две готовые пары. Сразу видна работа опытного, да умелого мастера. Покупатели нашлись в тот же день. Так и пошло у сапожника. Каждое утро находил он готовые сапоги, и от покупателей у него отбоя не было. Вскоре разбогател сапожник и стал известным человеком. Прошёл год, раз говорит сапожнику его жена, «А давай, муженёк, ночью спать не ляжем, а погляди, кто это нам так искусно сапоги шьёт». Обрадовался такому предложению сапожник. Спрятались они в тёмном уголке комнаты и стали дожидаться. Ровно в полночь на столе с выкройками появились два маленьких человечка. Стали они своими крохотными пальчиками шить да вышивать, да так умело и быстро, что сапожник с женой сидели с круглыми от удивления глазами, да боялись и слово проронить. Работали маленькие человечки до тех пор, пока не сшили все сапоги. А когда работа была сделана, так они исчезли мигом. Утром жена говорит мужу, «Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо бы нам их как-то отблагодарить. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им штанишки да рубашечки, а ты стачай-ка им по паре крошечных сапожек». Муж с радостью согласился, и они тут же принялись за работу. К вечеру все было готово и разложено на столе. В полночь, как всегда, явились маленькие человечки и хотели тотчас же приняться за работу. Но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивейшие наряды и сапоги, сначала удивились, а потом очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились и запели, «Мёрзнуть мы не будем, будем танцевать, больше нет нужды нам сапоги точать». Сплясали человечки свои танцы и исчезли. И с той самой ночи больше не появлялись. Но счастье и удача уже не покидали доброго сапожника и его жену никогда.